Всем привет! Как всегда, с вами Иван Тихонов. Это вторая часть про поиски самого сильного человека в сдавливающем хвате. В первой части мы рассказали о людях, сертифицированных официально на КОК-4. Во второй части мы с вами поговорим о людях, сертифицированных на Кэпптенсов Краш номер 3.5. Прежде чем приступить к разбору людей и их видео, закрытия и внесения в список, я хочу поговорить немножко о табличке. Я ее модифицировал в отличие от первой части и хочу ее вам показать. Вот так она выглядит. Я уже расставил всех людей из списка 3.5 в этот список, но расскажу об этом чуть дальше в этом видео. Прежде чем перейти к разбору, мне пришло несколько комментариев с первого видео, где люди были не согласны и не понимали немножко мою систему градации. Хочу немножко об этом рассказать. Чтобы привести этот эксперимент, и чтобы этот эксперимент не был субъективным совсем, я попытался вывести определенные критерии, по которым я оценивал, достойный ли человек определенного ранга. И, как я уже рассказывал в прошлом видео, я вывел определенный ранг, основываясь на определенных нагрузках эспандера. То есть это КОК-3 с нагрузкой 65, 75, 85 и 95. Это все, что с карты. То есть если с этим примерно все понятно, тут шаг идет в 10 килограмм, то, например, вот с блока я также ввел в один и тот же ранг. И тут, как вы видите, тоже примерно разброс 10 килограмм. Вот как раз-таки один из вопросов у меня был в тем, задал его, ну, скажем так, Давид Шамей. Он сказал, что не совсем согласен с тем, что человек, закрывающийся с карты 95 РГЦ, также может закрыть с блока 105 РГЦ. Ну, я действительно об этом не совсем говорил. Я не утверждал, да, того, что люди действительно могут это сделать и способны на это, скажем, любой человек. Но надо понимать, что самые популярные закрытия в грипперах являются с параллели или с 20-го блока. Ну и, естественно, официальной сертификацией является закрытие с карты. Это считается довольно-таки мощными закрытиями без установки из карты. Но, к сожалению, не всем людям дано закрывать с карты. Ну, по разным причинам. В силу определенных особенностей. Может быть, маленькая рука или получение каких-то травм. Поэтому большая часть атлетов закрывает с 20-го блока. Только поэтому я разместил именно два этих закрытия. То есть, на мой взгляд, это наиболее близко. И большая часть людей, которые действительно способны закрыть, например, 75 РГЦ с блока или с параллели, она чаще всего может закрыть и с карты, да, на 10 килограмм меньше. По этой причине я разместил рейтинг именно так. Конечно, это абсолютно, то есть, мое видение. И у вас оно может быть другое. Ну, вот я вкратце дал комментарий по этому поводу. Второй комментарий, он касался нагрузок. То есть, не все понимают, как бы, нагрузки эспандеров. Про это я буду снимать отдельное видео. Но сейчас я краткое пояснение дам. Вот я здесь сделал такую табличку. То есть, многие люди, они, как бы, не совсем понимают, что капитанцев краша, начиная... То есть, чем они сильнее эспандеры, да, тем они имеют большую, скажем так, разбег по нагрузке. Вот тут я попытался это, скажем, четко и понятно объяснить. То есть, вот у нас есть капитанцев краша номер 3, 3,5-4. И я вот расписал, какие нагрузки есть у слабых, да, эспандеров, у средних и сильных. И вот, как мы видим, тут довольно все красиво получилось. Это я такие средние цифры взял. То есть, понятное дело, что это все приблизительно. Но то, как я уже говорил, что я являюсь, как бы, коллекционером именно нагрузок, меня это интересует чуть ли не в первую очередь. Поэтому я вам могу точно сказать, что именно вот эти нагрузки являются ключевыми. Ну, об этом мы поговорим вот в прошлом, в следующих каких-нибудь видео, да, про нагрузки. Я по более подробному вам расскажу про все тонкости, измерения и, как бы, и статистики по всем эспандерам. Значит, как вы вот можете видеть, то есть, я взял за основу, что средние, все-таки, тройка, да, это 65. То есть, чаще всего она такой и будет являться. На сертификации, конечно, слабые вам вряд ли придут. Они будут либо сильными, либо средними. Но такое тоже бывает. И вот тут можно увидеть, что COG-3, да, это средняя. И, собственно, также средняя. Я взял слабую, здесь 3,5 на самом деле. Вот. Да, чаще всего вам можно увидеть, что она будет 80, скорее всего, на сертификации. Но здесь просто для более-менее адекватного сравнения, чтобы шаг был красивее, я просто взял 75. Вот. Ну, а дальше я взял 85, так как это пограничные, скажем так, нагрузки. То есть, и 85, также, я рассказывал в прошлых видео, она является, скажем, это усилием старой четверки. Вот. Именно поэтому вот так все тут и получается, что старая четверка, она, по сути, равна очень сильной 3,5. Вот. Ну, и с четверками тут примерно все та же самая история. Средняя четверка, вот вы можете заметить, 95. Слабые встречаются крайне редко. То есть, это самые редкие вообще четверки с 90 РГЦ. То есть, чаще они где-то в районе 92-95. Вот. Ну, и также есть очень сильные. Это 100 и 105 РГЦ. Так что, вот, примерно такая таблица. Изучайте ее. Вот. Ну, а теперь приступим уже к разбору. Значит. Значит. Первым человеком, который официально прошел сертификацию на 3,5, стал называемый Кендерсон. Не знаю, как это называется. Текс или там. Как-то по-другому у него кличка была какая-то, да? В скобочках написано какое-то прозвище. Но, тем не менее, действительно было довольно громкое событие в мире гриперов. К сожалению, видео официальной сертификации, да и вообще видео про этого человека я не смог найти. Поэтому просто посмотрим на картинку, да? На официальную статью его сертификации. Вот, как мы можем увидеть, довольно-таки мощный чувак. Очень большой такой афроамериканец. Ну, я думаю, что ни у кого не возникает, да, сомнений, что такой здоровый человек, конечно, мог это сделать спокойно довольно-таки. То есть, в принципе, о нем нечего сказать. К сожалению, не было у него каких-то других ярких событий в грипп-спорте. То есть, он просто закрыл спандер и все, на каких-то соревнованиях, я так подразумеваю. Поэтому к грипп-спорту он относится, конечно, не очень хорошо. Но, тем не менее, то есть, это просто человек, который, я думаю, на соревнованиях попробовал, и у него это получилось. Поэтому, если о нем что-то сложно сказать, и, как я уже говорил, по результатам, значит, таким, мы его занесли в категорию суперэлиты. То есть, просто предположив, что он закрыл, скорее всего, среднюю 3,5. И по нашему списку это является где-то восьмым уровнем. Ну, не будем, значит, отвлекаться, идем дальше. Следующий человек, значит, прошедший сертификацию, был Габриэль Сум. Действительно легендарная личность. То есть, многие люди, скажем так, равняются на этого человека. Также есть несколько видео его сертификации. Ну, и просто закрытие спандеров. Давайте посмотрим одно из них. Так, сейчас я посмотрю. Да, вот это видео, значит, закрытие питона. Питон-гриппа 2011 года. Измеренного на 91 килограмм. Вот, давайте посмотрим это видео. Ну, то есть, вот как вы видите, довольно-таки тяжелое закрытие. Но, тем не менее, закрытие было. То есть, о чем это нам говорит? То есть, вот мы можем посмотреть. Я проанализировал все видео возможные, да, Габриэля. Действительно уникальный человек. Много у него есть рекордов. У него до сих пор есть, по-моему, официальный мировой рекорд на количество без установки закрытия тройки левой рукой. Давид Шамей, по-моему, даже до сих пор его не побил. И вот еще одно было видео. Попытка закрыть четверку с карты старую. Вот, как вы видите, немножко не закрыл. Что можно сказать об этих видео? Судя по этим видео, я могу его смело отнести также к категории суперэлиты. Для многих, как бы, это может быть, конечно, обидно. Они будут думать, что почему я там отношу к тем или иным спортсменам. Ну, тут могу сразу сказать, что если вы от какого-то спортсмена ожидали большего, скажем так, ранга, или там, что он более сильный, чем другой, как я отметил в списке, то я саранее прошу прощения, так как это всего лишь моя точка зрения, да. Я сам, как бы, являюсь не таким именитым спортсменом. То есть я закрываю всего лишь там Кок-3 карты, да. И, конечно, полностью понимать уровень силы я не могу в полной мере. Но, тем не менее, я очень много анализировал видео. И вот по закрытию, скажем, я могу так сказать. Если бы вот он закрыл вот сейчас вот эту четверку свою с карты, то это однозначно был бы уровень Гранд Элиты. Но он этого не сделал. И, как бы, вот по закрытию вот этого тяжелой достаточно действительно эспандера на 91 РГЦ, тоже можно сказать, что он не является Гранд Элитой. Если бы он закрыл 95, ну вот по уровню усилий можно уже сказать, что не хватает ему вот этих 5 килограмм. То есть это, как бы, уровень все-таки суперэлиты. Немножко, немножко совсем. Где-то 4 килограмма, 4 РГЦ ему не хватило. Ну, то есть все равно многим, к сожалению, не хватает вот именно вот этого маленького шажка для того, чтобы переступить в ранг Гранд Элиты. Но об этом чуть позже. Ну, действительно, уникальный спортсмен. Рекомендую посмотреть его видео, поизучать. Если у него действительно есть вот таких людей, в общем, надо брать пример и мотивацию заниматься. Ну, продолжим. Значит, Рич Уильямс. К сожалению, также каких-то официальных видео я и вообще не нашел. Я думаю, что это очередной такой человек, который просто предложили попытаться закрыть. Ну, и он сходу закрыл 3-3,5. Ну, действительно, что тут говорить. Здоровый чувак. Просто взял и закрыл. Ну, и как бы нет никаких вопросов. То есть, опять же, к миру гриперов он никакого отношения не имеет. Вряд ли ему это интересно. Ну, вот вы можете посмотреть, как интересно он закрыл. Да, то есть, видите, мизинец как лежит. То есть силы там предостаточно. Это, кстати, очень интересный кадр. Мало кто может действительно закрыть так 3,5. То есть, когда палец лежит, видите, прямо на эспандере. Видно, что техника у него, ну, явно отсутствует. Просто дикая мощь. И все. Поэтому также мы его заносим только в список суперэлиты. Опять же, я не утверждаю, что он бы мог... Он там слабее Габриэля, да, или сильнее. То есть, если бы эти люди, то есть, вот, Текс Хендерсон или Рич Уильямс, они бы занимались, возможно, они бы показали очень высокий класс. И в их, как бы, силе, да, ну, сумасшедшие, как бы, закрытия могли быть. И, может быть, четверки и так далее. Но они этим не увлекаются. Поэтому об этом мы ничего не можем сказать больше. Вот. Ну, идем дальше. Значит, Джонатан Вокт. Это действительно уникальный спортсмен. Есть у него самое грандиозное видео. Ну, считается, насколько я знаю, это официально первый человек в мире, кто смог закрыть, ну, новую четверку. Ну, тут написано с широкой установки. Так, извиняюсь. Громкий звук. Тут написано, что он закрыл, конечно, с широкой установки, с чем я абсолютно не согласен. Здесь никакой широкой установки нет. Это, ну, обычная параллель. Вот. Но, тем не менее, это действительно видео закрытия, скажем, четверки. Как вы можете увидеть, у него очень большая рука. Вы только посмотрите, да, как мизинец у него лежит. То есть он просто эспандер. То есть четверка, она просто, ну, утонула в его руке. Вот. Но, опять же, то есть критиковать, как он это закрывает, я считаю, что тут нет смысла. У человека очень большая рука. Ему не так удобно закрывать, как людям с меньшими руками. Но у меня сомнений нет в том, что этот человек действительно может закрыть четверку среднюю, да, с параллели. А по нашему списку это, естественно, уровень Гранд Элиты. И поэтому его имя находится наравне с Джокини. То есть еще раз, да, я напоминаю, почему мы Джокини запихнули. Потому что он закрыл четверку с карты, ну, скажем так, старую. Хоть он ее закрыл, многие думают, что без остановки. Нет. Там была установка, хоть и без карты, без карты, не было проведения. Но это была установка под карту. И смыкание очень нарочитое, но тем не менее. А Джонатан Вокт здесь попал, потому что он закрыл четверку на 95 новую, да, РГЦ. Что действительно является уникальным достижением. Это является, он является, Джонатан, первым человеком в мире, официально закрывшим новую четверку. В целом, я рекомендую посмотреть его видео. У него есть очень тоже неплохие видео, очень сильные. Также он еще закрывал ГХП-8 на несколько раз. Ну и вообще он является очень сильным атлетом. Жалко, что он не продолжил свою карьеру и не раскрыл свой потенциал по максимуму. Я думаю, что он мог, конечно, показать еще более интересные видео. Ну, не будем, значит, задерживаться. Пойдем дальше. Значит, Пол Найт. Это вообще, наверное, одна из самых великих фигур в мире грипп-спорта, в мире хвата. Он показал, конечно, себя... Ну, показал вообще сумасшедшие видео по красоте, по качеству закрытия. Это кумир, я думаю, многих спортсменов, которые берут с него пример и благодаря которым, я думаю, даже многие пришли в этот спорт. Грипп-спорт. Ну, давайте посмотрим. Значит, я также нашел одни из самых его знаменитых видео. Я выбрал эти видео закрытия старых Кок-4. Давайте посмотрим. Я думаю, что многие видели. То есть, это закрытие именитых четверок, именованных, он называется он. То есть, это четверка Аарона Коркорона. Вот, они все были замерены. И нагрузка данных всех четверок является в районе 90 РГЦ. Вот, то есть, вы видите, как, ну, на, скажем так, полу... Ну, не так просто это дается закрытие. Ну, и подобное же закрытие уже Джона Итона. Ой, извиняюсь, я не знаю. Просто Итона. Есть такая вот четверка тоже. Это, как я понимаю, это владелец данной четверки. 199 фунтов. Ну, да, Джон Итон. Я абсолютно верно сказал. Так, что я хочу сказать про Пола Найта. Это действительно тот спортсмен, видео которых я увидел одни из первых, когда я начал увлекаться эспандерами. Качество его закрытия, его съемки, конечно, меня очень нравятся. Я всегда брал пример с него и пытался именно показывать такие качества. Ну, мы все знаем его видео об установке. Возможно, кстати, Пола Найта вообще первый, кто придумал вот эти установки, помощь, ну, и разные техники закрытия более удобные. Поэтому Пола Найта, конечно, великая фигура. Я посвятил очень много времени для того, чтобы изучить его уровень закрытия. Он официально является, то есть, сертифицируем на 3,5. Это видео тоже есть. Он его закрывает достаточно уверенно. Вот. Но что все-таки можно сказать по его уровню? К какому все-таки рангу его отнести? К сожалению, к моему большому сожалению, я не смог найти ни одного видео, доказывающих того, что Пол Найт мог бы закрыть 95, да, РГЦ с параллели, либо, собственно, тяжелые 3,5 с карты. Я считаю все-таки, что у Пола Найта был уровень, сейчас я вам скажу, Габриэля Сума. То есть, что эти люди, они абсолютно одинаковые по уровню. То есть, у Габриэля рекорд где-то 80, получается. Сколько там? Я извиняюсь, 91, получается, РГЦ. Вот. Ну и у Пола Найта, я считаю, тоже примерно 91, 92 РГЦ. То есть, чуть-чуть им не хватило. Ну, это для закрытия с параллели, либо с блока. То есть, опять этих 4 килограмма. И также, что насчет карты? Все очень просто. Смотрите, вот если бы Пол Найт смог закрыть, как вы видите, он подержал четверок в своих руках очень немало. Вот это, я так понимаю, две четверки, которые только он смог закрыть. То есть, но мы этого видео не увидели. А если мы этого видео не увидели, значит, он их не смог закрыть с карты. Вот и все. Поэтому, однозначно могу сказать, что Пол Найт не был настолько силен, чтобы говорить о том, чтобы он мог попасть в список на уровне Джонатана Вокта. Вот. Ну, тут, к сожалению, можете, конечно, быть несогласными. Обсудим с вами это в комментариях. Ну, давайте перейдем к следующему, значит, участнику. Это Иоанн Кристиан Пускасу. Ну, вообще, очень серьезная фигура в мире хвата. Это единственный человек в мире, который официально сделал две попытки в Iron Mind сертифицироваться на закрытие четверки. Новый. Значит, эти все две попытки у меня есть. Эти видео. Сейчас я вам покажу. Значит, первая попытка была предпринята в 2010 году. То есть, на соревнованиях он сразу закрыл, значит, 3,5. И сразу же после этого попытался закрыть четвертую. Ну, давайте посмотрим. Это видео, конечно, не самого лучшего качества. Давайте вот. То есть, вот это закрытие 3,5. Просто как пластилин закрыл его. Тоже можно увидеть, какая у него громадная рука. И сразу же после этого ему предложили закрыть четверку. Давайте посмотрим, как это выглядело. Кстати, очень еще интересный момент. Многие не знают. Видите? То есть, он наносил магнезию прямо на ручки. И сейчас это запрещено делать. На мой взгляд, на мой взгляд, это видео является, наверное, одним из самых уникальных. Одним из самых, наверное, сильных в мире. Вот только посмотрите, да? Вот только посмотрите на это. То есть, по комментариям, значит, в статье, Рэндалл Строссен сказал, что между ручками у него оставалось около 2 миллиметров. То есть, ну, просто сумасшедшее закрытие. Ну, у меня даже слов нет, откровенно говоря. Смотрите еще раз. Он просто как будто не почувствовал. Вот. Чуть-чуть он не дожал. Чуть-чуть он не дожал. Но, однозначно, можно сказать, что этот человек, да, он спокойно может закрыть 95 РГЦ с карты. Вот. Давайте посмотрим вторую попытку. Значит, смотрите. Немножко еще вам расскажу. То есть, первая попытка его была сертификация официальная на четверку сразу после 3,5. То есть, получается, что он просто закрыл тройку, 3,5 и попытался закрыть четверку. У него этого не получилось. И в 2012 году, то есть, через два года, он подал еще одну официальную заявку на попытку закрыть. Вот тут очень интересный момент. Как вы все знаете, чтобы подать заявку Рэндаллу на закрытие четверки и чтобы к вам приехал судья, вы должны предварительно закрыть свою домашнюю, домашний эспандер, будь то КОК 3, 3,5 или 4, показать это видео и уже потом явиться на сертификацию. То есть, получается так, что если Пускасу официально подал заявку, чтобы к нему приехали судьи на четверку, это получается, что он отправил Рэндаллу видео с закрытиями своей домашней четверки с карты. Вот. И это очевидно было именно так. Жаль, что мы этого видео, конечно, не видели. Вот. Возможно, Рэндалл в 2012 году, конечно, ему разрешил и без домашней вот этой вот закрытия пуститься. В чем я сомневаюсь? Скорее всего, это закрытие все-таки было. Просто мы это видео по каким-то причинам не увидели. Ну вот, тем не менее, есть такое 15-минутное видео, где была официальная попытка с судьями еще раз на закрытие. Вот мы тут тоже можем посмотреть. Сейчас. Тут очень длинное видео. Я все его, конечно, показывать не буду. Кстати, насчет видео. Большая благодарность... Сейчас я вспомню. Да, я это видео взял, но я, честно говоря, сейчас пока не помню, откуда его. Я напишу это в комментариях. Значит, не пойму, попытку мы его пустили, что ли, сейчас. Так, вот опять-то опять то же самое. То есть он мажет магнезию ручками. Вот. Видимо, раньше это, видите, было не запрещено. Готовится морально. Ну, проведение нам было плохо видно. Ну вот, как мы уже можем видеть, осталось между ручками чуть больше расстояния, чем в первой попытке. Официально где-то заявляется, ну, где-то 3-4 миллиметра. Вот. Поэтому, конечно, к сожалению, к сожалению, пускасу не смог закрыть. Но я вам скажу, что это совершенно ничего не значит. То есть сил у него достаточно, я думаю, для того, чтобы закрыть. Просто по какой-то причине ему либо это надоело, либо просто он не понял, что для него хватит. Поэтому я его записал в ранг про, а это 100%. То есть то, что он может закрыть тяжелейшую четверку с параллелей, я в этом не сомневаюсь. И закрыть также 95 килограмм, то есть среднюю четверку с карты, тоже не сомневаюсь. Просто он это, скажем так, не довел это дело до конца. Значит, также у меня есть в архиве несколько его закрытий. Это, например, 3,5, но на 32 раза. Вот он, конечно, тут у него довольно-таки специфическое закрытие. Ну, вот можно посмотреть вообще уровень его силы. У него он так вот щелкает. Это называются мини-репсы. Вообще я, конечно, не очень люблю такие закрытия. Я их вообще не понимаю, но, видимо, некоторые люди в этом видят какой-то смысл. Вот. Ну, в общем, тут не на что смотреть. Понятно, что он щелкает 3,5, как орешки. Вот. Ну и также закрытие, значит, с дипсета. Кока-4. Ну, это у него уже было после официальных попыток, когда он, я думаю, уже бросил попытки сертифицироваться. Возможно, ему уже просто надоело морально делать третью, четвертую попытку и так далее. Ну, то есть, как видите, просто закрывают ее без проблем. Так, ну, хорошо. Давайте перейдем дальше. Значит, следующий человек, официально сертифицирующий на 3,5 был наш соотечественник Сергей Дороган. Воистину уникальный человек. Очень необычный хват у него. Он также сертифицировался сразу на 3,3,5. Также на четверку он, по-моему, не пробовал. Ну, вот я на примере нашел самое его сильное закрытие, на мой взгляд. Это 101 РГЦ, чтобы вы понимали. То есть, это буквально недавнее видео 2018 года. То есть, это тяжелейшая четверка. Вот, чтобы вы понимали, да. Вот только посмотрите, как. То есть, как он его закрывает. Вот, посмотрите, да. То есть, ну, просто сумасшедшая. Сумасшедшая генетика, сумасшедшая сила. И еще и держит, да, передачу. Ну, это сумасшедшая. Ультима, ультима. Даже слов нету. Конечно, Дороган не так сильно заморачивается. Не разбирается во всяких там видах установок. Ну, то есть, не то, чтобы не разбирается. Ему это вряд ли интересно. Он вот, я думаю, закрывал с карты, наверное, только официально. А в основном вот у него, в его технике присутствуют такие, скажем, установки в параллель. Ну, как это он, наверное, называет. Ну, вообще, это дипсет классический. Это такие вот с помощью установки. Видите, он пальцем еще помогает ручку удерживать. Он очень сильно, я думаю, наточил вот именно такие. Такую установку под дипсет. И она у него действительно очень неплохо удается. Поэтому, однозначно, Сергей Дороган, тот человек, который, в принципе, мог бы, я думаю, потренировавшись, конечно, попасть в категорию про. Но все же я считаю, что из-за вот этого его, может быть, не такой охоты, я его отнес все-таки в Гранд Элите. Однозначно, то есть, то, чтобы он закрыл тяжелейшую 3.5 с карт, у меня нет никаких сомнений. Ну и, как вы видели, закрывая 101 килограмм с дипсета 95, он закроет с параллели тоже без какого-либо труда. Поэтому, Сергей Дороган, я считаю, заслуживает именно место в Гранд Элите, быть третьим в списке. Так, ну перейдем, значит, к следующему. Это Ваше Севаджан. Севаджан. К сожалению, не умею я читать некоторые имена. Ну, надеюсь, меня не простят. Значит, насколько я знаю, довольно, кстати, известный человек. Я не могу сказать, то ли он поп, то ли он кто там в синагоге. Я не разбираюсь в этом. Но точно знаю, что очень сильный человек. Вот есть такие два видео у него. Официальная сертификация и домашняя сертификация. Вот, можем посмотреть. Ну вот, можем посмотреть, например, домашнюю сертификацию. Смотрите, с какой легкостью вообще он это закрывает. Ну, тоже просто как пластилин. И, кстати, заметьте, он закрывает очень необычно, без мизинца. Вот, то есть, ну, сумасшедшая тоже сила. Абсолютно. На этом видео, конечно, это не так видно. Но вот у него такую же технику прибегает. Закрытие без мизинца. Я уверен, что это не проще. То есть, скорее всего, это тяжелее. Вот. Но просто из-за того, что у него большая рука, ему, возможно, это не так удобно делать. Не знаю, конечно, как судьи вообще видят закрытие в этом случае. Но, будем считать, что закрытие было. Но, тем не менее, больше закрытий от него никаких нет. И поэтому он смело засовывается в список суперэлиты. Не больше. Значит, идем дальше. Идет Эндрю Дурниат. Кстати говоря, судья у предыдущего спортсмена был именно он. Вот это наша Андрюха. Вот это он. Значит, вообще, про Эндрю... Тоже я не находил видео, значит, официальных закрытия 3.5. Но есть несколько очень интересных видео. И вообще, значит, сказать про него. Он якобы является среди американцев. Есть такие американские соревнования. То есть, мировым рекордсменом по закрыванию именно Эспандера с параллели в Чокере. Вот. Там какие-то сумасшедшие, если я не ошибаюсь, 105 РГЦ или больше. Вот. Ну, не знаю, правда это или нет. Вот. Но в Чокере я не рассматриваю закрытия совершенно. Я считаю их абсолютно некорректными. Это отдельное направление. То есть, рассматривать это неправильно. То есть, надо рассматривать только с установок. Либо дипсеты, либо параллели. Ну, и так далее. Но, тем не менее, одно видео я для вас нашел. Оно меня очень удивило. Это официальная сертификация MHMonster 3 уровня. Надо, кстати, сказать. То есть, вы посмотрите. Он его закрывает с карты. Чтобы вы понимали, MM3 официальный, это 82 РГЦ. То есть, это чуть выше средней 3,5. Он очень просто ее закрывает. То есть, в принципе, можно сказать здесь, что, наверное, у него могли быть силы для закрытия 85 с РГЦ. Но он этого не показал. То есть, закрыл только 82. Поэтому он смело попадает в Супер Элиту. Так, вообще, тут надо сказать такой момент. Что, почему так мало, да, людей вообще в Гранд Элите? Ну, просто потому, что таких нагрузок, как, например, 85 с карты. Ну, это довольно редкая нагрузка, надо понимать. Это либо очень тяжелые 3,5, либо старые Кок-4. Не у всех есть старые Кок-4. Ну, и очень сильные 3,5. Но, тем не менее, есть совершенно новенькая Кок-4, которую бы, если люди все-таки закрыли хотя бы как-то, то они бы смело попали в этот список. Вот. Но, к сожалению, ни один из вот этих ребят из Супер Элиты, которых я внес, нет ни одного видео закрытия новой четверки хотя бы с параллели. Именно поэтому они находятся в этом списке. Ну, значит, идем дальше. Следующий это Михаил, это Бург. Михаил Бург. Ну, тоже очень интересный, сильный спортсмен. Есть официальная у него сертификация и попытка закрыть Кок-4. Кстати говоря, интересная предыстория. То есть, не предыстория, а постыстория. Постыстория, да. Вот эта четверка, она потом попала в руки, значит, Тюкалова. После чего Тюкалов отдал ее Шамею. И он тогда попробовал ее закрыть. Я так, насколько помню, конечно, Давид ее не смог закрыть. Но, тем не менее, эта четверка, если я не ошибаюсь, сейчас у Давида. И мы ее померили. Она была, ну, я не помню, на 104, что ли, РГЦ или 105. Ну, то есть, очень тяжелая. Вот можете посмотреть, насколько это вообще недосягаемо. Насколько это вообще недосягаемый уровень. То есть, вот Бург установил и попытался что-то с ней сделать. Но я думаю, что у него рука просто окочурилась. Примерно так выглядит попытка, я думаю, большего части людей. Вот. Ну, к сожалению, другого я видео о нем не нашел. Но, однозначно, этот человек достоин быть в списке сертифицировок на 3,5. Но больше, чем ранга Супер Элиты, я ему дать, к сожалению, не могу. Значит, идем дальше. Карлос, Ривьера, Паган. Опять же, извиняюсь за произношение. Вот. Есть одно видео, которое я с ним нашел. Это домашнее закрытие 3,5 из карты. Вот. Ну, кстати, вот можно заметить, он ее примерно назвал 178 пунктов. Ну, это совершенно стабильное среднее 3,5. Вот, тем не менее, можем посмотреть. Ну, красивое закрытие. Ну, достаточно красивое, с учетом того, что человек не так много видео. Ну, постарался записать. Так что, да, достоин человек. Называться Супер Элитой. Значит, идем дальше. Брэд Эндрю. К сожалению, вообще не нашел с ним ни одного видео. Сразу видно, что эти люди совершенно не интересуются. То есть, ну, в плане развития хвата. То есть, скорее всего, они просто потренировались, зная, что у них есть определенная сила. Выполнили какую-то цель. Одну из маленьких своих задачек. И забросили хват. Видно, что какого-то там развития этому они не дают. Вот, можно увидеть официальную статью. Вот так он выглядит. Ну, видно, что руки довольно сильные. Но, к сожалению, больше о нем нечего сказать. И уровень оценить никак нельзя. Поэтому, соответственно, опять же, относим в Супер Элиту. Дальше идет Алан Барч. Младший, я так понимаю. Тоже ничего о нем не известно. Совершенно неизвестно для меня имя. Вот, можно посмотреть, кстати, Семьянин. Как можно увидеть молодой парень. Видно, что очень сильный. Кстати, очень интересно было бы, конечно, посмотреть вот этих всех людей, кто мало видео выкладывает. Изучить их, конечно, потенциал и силу. Ну, ладно. Не будем останавливаться. Значит, Карл Майерсков. Тяжело было его фамилию выговорить. Но я научился. Это Карл Майерсков. Да, этот человек, конечно, это олимпийский спортсмен. То есть, он выступал на Олимпиаде по метанию ядра, насколько я понимаю. Есть у него недавнее видео. Я так понимаю, он мотивировался закрытиями Давида Шамея на сертификацию ГХП-9. О чем мы, кстати, поговорим в следующей части моего видео. Ну, вот, как вы можете увидеть. То есть, 216 фунтов. То есть, это где-то получается 99. 96 РГЦ. Тумасшедшая цифра, на самом деле. То есть, это средняя четверка. И вот только посмотрите, он закрывает аж на целых два раза. 38-го блока. То есть, сила, конечно, удивляет воображение мое. Его силу, конечно, оценить очень тяжело. Вот, но я могу предположить, что... Я извиняюсь, припромотал. Давайте посмотрим еще раз. Так, так, где же, где же? Наверное, он сначала закрыл. Так, смотрим. Это видео, конечно, очень сильно удивило всех спортсменов Грипп Спорта. Если я даже не ошибаюсь, многие считают, что это официально самое сильное видео с измеренным эспандером. Ну, вот, посмотрите. Ну, просто как пластилин. Просто как пластилин. И вот, ну... В общем, я думаю, там сила, конечно, абсолютно сумасшедшая. У меня лично нет никаких сомнений, да, что этот человек может закрыть кок-четверку на 95. Да, то есть, с карты. Да, этого видео нету, но у меня нет точно сомнений, что из 105 он смог бы закрыть. То есть, по уровню, скажем так, силы тут достаточно. Но надо ему просто потренироваться. Поэтому я его отношу в категорию про. Также я вам могу сказать, что Карл на данный момент является... То есть, у него есть конкретная цель сертифицироваться на четверку с картой или хотя бы сделать попытку. Я, в принципе, верю, что этот человек уже может это сделать. Если ему повезет, и четверка окажется все-таки на 95 или 94, то я думаю, что мы увидим это закрытие и официальное имя в списке сертифицированных. Вот. Ну, конечно, опять же, ему может и не повезти, как мы все понимаем. Ему может попасть и 100, четверка и на 105. Тогда, конечно, шансов нет. Но, тем не менее, я отношу Карла, конечно, к категории про. Скажем так. Вот. Ну, идемте дальше. Дальше у нас есть Божан Пежик. Вот. Тоже видео нету, к сожалению. Есть только статья. Вот так он выглядит. Ну, думаю, что тут, видите, тоже без проблем он закрывает 3,5. И, как правило, вообще, вот такие люди, у кого нет видео, и о ком мы мало знаем, скорее всего, действительно, очень сильные ребята и могут закрыть 3,5. Ну, очень просто. Вот. Поэтому их уровень, конечно, нам неизвестен. Он может быть, конечно, гораздо выше, чем Супер Элит. Но нельзя их отнести, к сожалению. Вот. Дальше, кстати, очень интересный товарищ, наш соотечественник, Никита Кривошеев. Вот. Давайте посмотрим его официальную сертификацию в Медвежьи Лапы. Тоже недавно произошло, в 2018 году. Вот. Ну, вы это все видео можете сами посмотреть. Я вот просто вкратце вам покажу само видео. Очень есть интересная история, связанная с Никитой. Дело в том же, что я с Медвежьей Лапы тоже часто туда езжу. Также туда ездит Сергей Лихутьев. Он также делал попытку сертификации три с половиной на, вот, скажем так, на той же три с половиной, да, тестовой, что и Сергей, что и Никита. То есть, получается, что Сергей смог попробовать закрыть ту же три с половиной, что и Никита. Вот вы можете увидеть. Очень, конечно, у него быстрое закрытие было. Ну, видео, конечно, не супер качественное. То есть, тут, конечно, могут быть определенные претензии. Но человек очень сильный. Пытался я с Никитой, с контакт какой-то сделать. Но он не идет на контакт, к сожалению. Ему это неинтересно. Вот. Но ничего страшного. Вот. Что можно сказать о Никите? Однозначно, Никита, я думаю, что закрыл где-то, наверное, самую сильную три с половиной. У меня есть такие подозрения. И, конечно, является, скорее всего, гранд-элитой. Но подтверждения тому наверняка нету. Если бы он пошел на контакт и дал нам свою три с половиной, чтобы мы ее замерили, узнали наверняка. Но все-таки я склоняюсь к тому, что Никита очень силен и может закрыть, конечно, и новую четверку с параллели. Вот. И самую жесточайшую три с половиной с карты. То есть, в принципе, я считаю, что потенциал у него есть. Но так как он не идет на контакт, к сожалению, опять же, отношу его к суперэлите. Так как вот, кроме этого видео, он ничего не показывает. Хотя я думаю, что силы там предостаточно. Особенно учитывая, что Сергей Лихутьев закрывал, пробовал закрыть ту же три с половиной. И он сказал, что там она была очень жесткая. То есть, как раз таки, в районе 95-96 килограмм. Так что, вот так. Ну, возможно, кто посмотрит это видео, спишется с Никитой и попробует как-то сделать контакт. Но, тем не менее, спортсмен очень сильный. И я считаю, что он, у него потенциал гораздо выше, чтобы вы понимали, чем у Пола Найта, чем у Габриэля Сума. То есть, очень-очень сильный атлет. Ну, и идем дальше. Конечно, это Давид Шамей. Это уникальный спортсмен, о котором, я думаю, каждый уже знает, кто в мире хвата. В мире, конечно, его считают вообще одним из топов в хвате и эталоном, скажем, силы. Давид Шамей, чтобы вы понимали, у него сейчас есть конкретная цель стать первым в закрытии Маншмонстров, Маншмонстр номер 9. И я думаю, что он абсолютно без проблем сделает это. Возможно, даже попытается или закроет ММ-10, если там нагрузка будет известная. Вот, возможно, даже Давид закроет ММ-8 с карты. Я в этом ни разу не сомневаюсь. У него есть сумасшедшее видео, то есть закрытие старой КОК-4. Это четверка, абсолютно точная копия Джо Кинни. Это моя личная четверка. Я отправил ему свои спандеры, которые коллекционировал именно для такого события, чтобы нашелся именно тот человек, кто смог это сделать. И Давид Шамей стал первым человеком. Давид закрывал эту четверку, как он только не закрывал, несколько раз с карты, несколько раз с блока. Давид, конечно, это мой кумир. То есть, высочайшее качество видео, то есть, настоящий спортсмен, да, то есть, подход у него серьезный, профессиональный. И очень легко идет на контакт, абсолютно с любым человеком. Ему легко можно написать, он ответит на все вопросы. Также он закрывал тяжелейшую 3,5 на 86 РГЦ, чтобы вы понимали. То есть, вот эта моя четверка старая на 88 РГЦ. И он ее закрыл с карты. А также он сертифицировался на 3,5 на 86 РГЦ. И также закрывал четверку на 90... То есть, не четверку, а Гранд Элиту, по-моему, на 95 РГЦ. Вот. Ну и также абсолютно нет никаких сомнений, что он может закрыть даже где-то на 98 РГЦ. Поэтому он абсолютно по всем параметрам подходит под Гранд Элиту. И я считаю, что этот человек максимально достойнейший вот из всех этой компании находится в этом, скажем так, списке. почему я Давида отнес, скажем так, к Гранд Элиту, а все-таки не к про-уровню. То есть, тут может кто-то, конечно, не согласится или еще что-то. Но это всего лишь, опять скажу, мое субъективное мнение. Ну, вот, к сожалению, из-за того, что Давид, он максимально прозрачен и максимально идет на контакт, можно узнать абсолютно все его пиковые показатели. И на данный момент, к сожалению, да, пока он занимается именно эспандерами на таком уровне, можно сказать, что его уровень это Гранд Элита, прям уверенная, четкая, да, Гранд Элита. Чтобы, чтобы перейти в категорию про и официально подтвердить этот уровень, а я еще раз повторю, чтобы официально подтвердить уровень профессионала, да, надо закрыть четверку с карты. Вот. Я считаю, что тогда человек станет легендой хвата, ну, конечно, в мире, вот, на века. То есть, надо закрывать, ну, где-то на 8, на 10 РГЦ больше, чем Давид может сейчас. Ну, то есть, те, кто понимают, это, это невероятно, это, это целая голова, ну, или полголовые уровня. Поэтому я все-таки считаю, что Давиду пока еще, но он молодой, то есть, рановато в категорию. Если все-таки Давиду будет какая-то мотивация, если изменится правило, и будет какие-то, какая-то дополнительная мотивация, ну, или просто пройдет какое-то время, так как все-таки Давид самый молодой из этих ребят, я думаю, что мы увидим Давида, возможно, даже в списке на официально сертифицировавшихся на Кок-4. Но пока, пока рановато. Дальше, значит, у нас корейский спортсмен, очень известный. Его, у него зовут его Морган, но вот у него какое-то очень такое сложное корейское имя, Морган Чой я его называю, а так у него какой-то, в общем, даже я не могу выговорить. Ну, в общем, он известен как Морган Чой. Он первый в мире человек, официально сертифицировавшийся на Машмонстр 8. Я нашел одно из самых сильных его видео, также вам покажу. Это закрытие новой четверки вот с Машмонстр сета, ну, с параллели. Вот, что я могу сказать? За Морганом я слежу очень долго, очень качественный спортсмен, очень прозрачный, такой же, как Давид, такой же, как Пулнайт. Его видео очень приятно смотреть, много рассказывает. Но, что я могу сказать? То есть, к сожалению, к сожалению, на мой взгляд, вот из-за того, что опять он очень прозрачен, можно увидеть, что его уровень примерно находится на уровне, ну, скажем так, Пулнайта. То есть, я считаю, что вот, если из этого списка взять, Габриэль Сум, Пулнайт, кто еще? То есть, возможно, Эндрю, да, Эндрю, потом Морган Чой. Это все ребята абсолютно одного уровня. То есть, вот прям тютелька в тютельку. Скорее всего, у них, их пик это где-то 92 РГЦ с параллели. Вот, не больше. Ну, а с карты сложно сказать, но я думаю, что у всех где-то 82. То есть, вот 82, 92. Вот так. То есть, получается, что им не хватает буквально чуть-чуть для того, чтобы догнать того же, например, Давида. То есть, у Давида уровень, ну, побольше. То есть, где-то на 5-6 килограмм в РГЦ. Что с карты, что с блока. Вот примерно так. Хоть, опять же, многие люди считают Моргана тоже сильнейшим человеком, я считаю, что он всего лишь суперэлита. Вот. И не дотягивает даже до грандэлиты. Так, ну, перейдем к Тенору Мерклу. Это тоже очень сильный американский спортсмен. На данный момент он является мировым рекордсменом в удержании пули КОГ-4. Вот. И недавно он также прошел, официально сертифицировался на закрытие 3,5. Но в эспандерах закрытие именно эспандеров сдавливающего хвата, я его не так много видео видел, но тем не менее, вот есть одно видео, да, с официальной сертификацией. Что тут сказать? Ну, опять же, мы не знаем, что там за нагрузка, и поэтому мы смело предполагаем, что это была обычная средняя 3,5. Сил, конечно, у этого парня предостаточно. Так, я извиняюсь, сейчас я очень сложно искать, где тут видео закрытие. Так, 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 тут он вешает, наверное, в конце. Да, вот, смотрим. Ну, насколько мне помнится, он очень просто закрывает эту 3,5. Ну, я считаю, что, конечно, человек, который официальный мировый рекордсмен в одержании пыли, ну, сможет закрыть ее. Вот и все. Ну, не сказать бы, что прям очень легко, но смыкание прям четко было видно. Поэтому Тенора я добавил в Суперэлиту, больше о нем нечего сказать. Вот, ну и, наконец, последний человек, кому и однофамилия, Сиван Чук. Надо сказать, что он хорошо общается, идет на контакт. Поразил очень многих людей. Насколько я знаю, он официально является первым человеком в мире до 18 лет, включительно. То есть, если я не ошибаюсь, ему сейчас 18 лет, и он является первым человеком в мире, кто 18 лет официально закрыл 3,5. До этого никто даже не мог подумать, что это возможно. Поэтому получается он закрыл тройку и 3,5 и я, если не ошибаюсь, получил какой-то приз в несколько тысяч долларов. Вот, можем посмотреть. Ну, это, кстати, у него видео неофициальное, неофициального закрытия, но тем не менее, он закрывает свою 3,5 и ГХП-8 с карты и новые спандеры. Вот, ну, очень легко закрывает. Значит, поговорив с ним, понятно, что его 3,5 где-то на 80 РГЦ. То есть, опять же, средняя, но закрывает он ее очень легко. То есть, тут можно сказать, что, учитывая, что ему всего 18 лет, потенциал, конечно, огромный. И со временем, возможно, увидев больше видео, мы его увидим и закрытие старых четверок и закрытие новой четверки. Так, ну, давайте подытожим. Я прошелся, значит, по всем спортсменам, рассказал вам все, что знаю, все, что я проанализировал. То есть, еще раз, да, давайте сделаем маленькое заключение. Данный список, да, это абсолютно мое все-таки, ну, субъективное мнение. Хоть оно, конечно, максимально было, я оперировался на определенные правила, определенные нормы, вот как вы можете видеть. Но, тем не менее, мой взгляд может быть не таким грамотным, моей информации может быть недостаточно, да, возможно, есть какие-то видео, подтверждающие закрытие. Но я скажу вкратце следующее, что я еще раз, да, если человек закрывает КОК-4, новую, абсолютно неважно какую, даже старую, там, ну, какую угодно, но если это видео есть, то его уже можно рассматривать в Гранд Элиту. Но, на мой взгляд, вот сейчас, на данный момент, из всех людей 25 человек, получается, 5 человек, это КОК-4, да, и, получается, КОК-3,5. Мы рассмотрели, к сожалению, то только 4 человека удостоилось вот такой, такой чести, да, ну и 3 человека, естественно, совсем ушли на новый уровень. Поэтому, я понимаю, что многих, конечно, это удивит, что такие люди, как Дэвид Мортон, который закрыли, как бы, четверку, Томми Хеслип, Магнус Самуэльсон, да, это вообще люди, которые закрыли четверку, но я еще раз говорю, это старая четверка, и видео недостаточно для того, чтобы понять их действительно уровень. И если бы мы увидели, вот, от этих ребят, видео закрытия с новой четверки, да, 2005 года, на новой пружине, то есть, я еще раз подтверждаю, эта четверка, она разительно отличается от старой четверки тем, что у нее совершенно новая пружина с 2005 года появилась, ГР8. И если бы это видео было, то любой человек, закрывший КОК-4, каким угодно способом, хотя бы, уже мог бы рассматриваться на уровень Гранд Элиты. Вот и все. Поэтому я понимаю, конечно, что многие, кто посмотрит это видео, могут очень сильно, ну, вот по этим ребятам, да, немножко не понимать, в чем дело. То есть, это еще раз, Дэвид Мортон, Томми Хеслип, Магнус Самуэль, Сан-Габриэль Сум, Пол Найт, Эндрю, потом, я думаю, что Чой, ну, и Меркель, наверное, да, что эти люди, они как бы достойны, вроде бы как, находиться рядом там с Давидом, или с Сергеем Дороганом, или с Джонатаном, или даже выше, но нет. На мой взгляд, эти люди являются примерно на одном уровне. Вот, это такое мое субъективное мнение. И видео подтверждающих иное нет. Вот. Ну, вот так. Значит, в следующих видео, в следующих частях я расскажу о следующих сертификациях, таких как Гиллингам, потом Машмонстр мы рассмотрим в спортсменов. Ну, и, конечно, также расскажу о некоторых спортсменах, которые ходят в список пожавших динамометр GM-150. Вот. И расставим их. Ну, а в последующих частях уже я хочу рассказать об, скажем, спортсменах, которых нет ни в одних из официальных списков, но, действительно, о спортсменах, которые достойны находиться в этих списках, и будем присваиваем их уровень на неофициальных каких-то закрытиях домашних. Вот. Я думаю, вам будет это интересно, поэтому ждите следующих видео. Вот. Ну, а с вами был Иван Тихонов. Вот. Всем спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok